МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недаром этот отчет уже назвали отчетом об успехах и достижениях. Вот мне этот отчет очень напомнил период правления замечательного человека, генерального секретаря партии Леонида Ильича Брежнева. Впервые в истории города мэр должен был держать слово перед Советом депутатов и не просто отчитываться, но и получить оценку. Однако накануне заседания 13 мая Сергей Субботин сообщил прессе, что вынужден срочно лететь в Москву по делам государственной важности, хотя дата его отчета была назначена за месяц. На завтра, на 14-е, я оказался приглашен в Минрегионразвития. Именно по этой теме материалы все заранее туда направлялись, и, видимо, завтра состоится там предметное обсуждение. Завтра же я должен по указанию губернатора участвовать еще в одном совещании по энергетике. В этой связи сегодня мною направлено письмо председателю городского совета Алексею Борисовичу Виллеру с предложением перенести обсуждение моего отчета. Многие расценили это как бегство. Так ли это или нет, судить не берусь. Но в канун намеченного мероприятия действительно в городе начали происходить следующие события. Сторонники мэра вышли на улицу с целью собрать подписи в его поддержку и направить их ни много ни мало президенту Медведеву. На центральной площади некие граждане организовали пикеты с требованием к депутатам и конкретно председателю совета не трогать их кумира. Ему еще не давали себя показать. То есть мы видим попытки и видим, как вот с той метлой, что эту метлу в сторону отворачивают и не дают чистить. Апофеозом демонстративной любви народа к мэру стала встреча с общественностью, состоявшейся 13 мая. Я уже поняла, что число 13 – это любимое число градоначальника. Итак, 13 мая в детском театральном центре Субботин еще раз озвучил тезисы своего доклада, а присутствующие, точнее верные сподвижники, дождавшиеся конца мероприятия, приняли резолюцию. Мол, отчет принимаем, ставим оценку удовлетворительно. Финита ля комедия. Впрочем, к счастью, нашлись свидетели этой тайной вечери, которые пересказали некоторые тезисы Сергея Алексеевича. Дороги у нас хорошие. Не такие, конечно, как в Финляндии, но ездить можно. А дворовые территории? А дворовые территории – не моя компетенция. Что у нас в медицине и в образовании вообще очень хорошие результаты. Может быть, это и так, на самом деле. Но хотелось бы пояснений на основе фактических данных. Кольские объекты были приобретены для МУК, ЖСК, как хозяйствующая база. Только не было сказано, почему так далеко и так дорого. И что на сегодняшний момент с этими объектами. Было задано населением очень много вопросов в адрес главы, касающихся жилищно-коммунального комплекса, образования, медицины. Все это говорит о том, что граждане у нас очень обеспокоены. Один пенсионер пожаловался мэру о том, что не может попасть на прием к врачу в поликлинике. Поэтому задают сегодня этот вопрос без зубов. На что получил ответ. Иван Иванович, я вас знаю значительное время. И как минимум 8 лет из них вы ходите без зубов. Вот я сегодня с депутатами такой ответ обсуждал. И мы подумали, что хуже был только такой ответ. Зачем вам, Иван Иванович, зубы в пенсию в 4000? Я бы не хотел, чтобы когда я задал вопросы мэру на предстоящем осчете, мне бы отвечали в таком ключе. Я считаю, что глава администрации не ответил на многие вопросы избирателей. Потому что ответы, как нет денег, я здесь бессилен, отсутствует правовая база, давайте свои предложения. Это ответы, которые может себе позволить менеджер среднего звена, а не глава муниципального образования с населением в 300 тысяч. Одно дело отчитываться перед людьми, которым предлагают поверить на слово, а другое слово держать отчет перед депутатами, которые могут придраться каждой цифре, каждому предложению. Потому что они в этих цифрах разбираются. Я не буду перечислять фактические ошибки, которые нашли народные избранники в отчете. Оказывается, мэр не знает, какова же у нас реальная собираемость коммунальных платежей. Он приводит цифру в 92%, а по официальным данным Министерства экономического развития области, не более 76%. Его специалисты не смогли точно указать и численность школьных классов. Подумаешь, какая мелочь. А таких мелочей не счесть. Но это не главное. Все, кто листали эти бумаги, в один голос назвали их безделушкой. За ней не видно человека, его мысли, его желаний, что он делает, для чего, куда идет. Вот отписка, вот просто отписка. А это в конечном итоге мы говорим, вот для чего мы сюда пришли все. И мы, и администрация, цель наша. Да какие бы тут прожекты ни строили, все-таки в основе лежит социальное обслуживание населения. И в первую очередь защита тех, кто в ней нуждается. А по этому отчету, извините, ничего не видно. Обидно, но, к сожалению, я считаю, это настолько, мягко говоря, безобразие. Итак, наш сегодняшний вопрос звучит так. Как вы думаете, что мешает мурманскому мэру Сергею Суботину работать? Депутаты городского совета или, собственно, непрофессионализм? Звоните нам по телефону 286 790, если вы считаете, что ему мешают депутаты, или 286 666. Итак, 14 мая, в пятницу, депутаты не увидели и не услышали мэра. Но отчет, тем не менее, обсудили. Причем к микрофону вышли депутаты, которых не часто увидишь на трибуне. Видимо, наболело. Ну, во-первых, в очередной раз мэр выказал полное неуважение к совету избирателям, которые за ним стоят. Во-вторых, развернутая им компания уже вышла за рамки приличия. Если когда-то что-то у человека не получается, лучше всего найти крайнего или крайних, которые мешают мне работать. Я понимаю, что когда не получается, нужно создавать образ врага. Ну, что умеешь, то и делаешь. Образ врага этот там усиленно создается. Сергей Алексеевич, видимо, специалист по общественным организациям, национальным общинам и разжиганию страстей. Это было еще, когда в регионе открывалось, открыто было организовано такое вот межрегиональное объединение, Кольское собрание, потому что Сергей Алексеевич понимает, что общественность – это сила. Да, это сила. Мурманчане – это сила. Но это не та общественность, которая подписывается на сомнительных бумагах. Общественность вся находится вот здесь, в зале. И раздувать конфликт, я думаю, мы не позволим. Чернить депутатов со страниц газет, как Сергей Алексеевич заявлял, которые принадлежат ему, или, как говорится, его газета. Когда Сергей Алексеевич не был мэром, у нее тираж был, заметьте, 5 тысяч экземпляров. Стал мэром – стало 10 тысяч экземпляров, а иногда и 140. По моим сведениям, за апрель месяц только выпущено 600 тысяч экземпляров этой газеты. Так вот, возникает вопрос, в чьих интересах работает наш мэр? В интересах своих избирателей или в интересах тех людей, которые финансируют газету? В чем вы знаете, я не побоюсь сравнения, что методы, которые применяются пропагандистами, это методы, которые рекомендовал доктор Гебель в свое время. Позволю себе его цитату. Лжи должно быть так много, и она должна быть настолько невероятна, чтобы в нее поверили. Так вот, открывая эти газеты, вы можете, уважаемые коллеги, на полном серьезе ознакомиться с тем, что якобы мы с вами организовали сбор подписей в отставку мэра. Якобы мы с вами организовали выкручивание лампочек в подъездах. Апофеоз, мы с вами организовали разбрасывание мусора из контейнерных баков. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Уже начало зареализовываться что-то, да? Так вот, если внимательно прочитать все эти шедевры, то я считаю, что там, безусловно, присутствует и явное разжигание классовой ненависти. Я подчеркиваю, классовой, в том самом понимании, о котором говорил Карл Маркс когда-то. И намеки на национальную принадлежность, и намеки на какую-то мифическую угрозу физического воздействия на мэра. Одним словом, я бы это характеризовал так. Истерия. Просто, напросто, истерия. Но самое страшное во всей этой истории в том, что во все вот это действо, шоу, стали втягивать общественные организации. Очень многие депутаты присутствовали на встрече с общественными организациями. Право на свое собственное мнение имеет каждый. Но когда мы видим при нас на глазах, некие люди раздают деньги за то, чтобы вот в этом зале нам задали так называемые неудобные вопросы, мы же с вами взрослые люди, мы понимаем, что это все инспирированные действия. Есть такой Максимов Александров, который предлагает обманывать всех общественников и предлагает за деньги задать несколько вопросов. Я это не хотела озвучивать, мне просто было интересно. Вот рядом садится девушка с листочком бумаги. Мы с Ясом Василовым сколько получили, она сразу быстренько это спрятала. Вот, пожалуйста, встает Александр Максимов, который это заявил. Имена врагов названы. Общественность поделена на две части. Одна слепо за мэра, другая за совет. Наши ящики вновь завалены подметными газетами. За всем этим очень сложно разглядеть истинное положение вещей. Быть может на это и рассчитывает городоначальник. Но давайте не будем забывать, что совет это три десятка представителей совершенно разных социальных групп и политических партий. Каждый из них специалист в своем вопросе. И я сильно сомневаюсь, что, например, директор кукольного театра, или представитель строительной компании, или главный врач поликлиники, и тем более кинотеатра, каким-то образом не дает мэру работать. Впрочем, делайте выводы сами. Вот, например, проблема мусора. Послушаем, что по этому поводу говорит депутат Ольга Сорокина, заместитель генерального директора компании, занимающейся вывозом этого самого мусора. На сегодняшний день Комитет по охране окружающей среды пребывает в состоянии анабиоза. Ни одного мероприятия, кроме выпуска двух значков, и, извиняюсь, какой-то прокламации сомнительного характера, не реализовано. Это вообще как понимать? Проблема отходов – это проблема мирового масштаба. Только, извините, Европа борется за то, за разработку новых технологий в сфере переработки отходов. А мы на сегодняшний день не знаем, куда деть свои отходы. Нормативная база уважающего себя муниципального образования должна содержать как минимум порядка нескольких десятков нормативных актов, которые регламентируют сферу обращения с отходами. В Мурманске их всего два, и были они созданы предыдущей администрацией. На сегодняшний день они уже потеряли актуальность, подлежат пересмотру в некоторых аспектах, но ничего этого не сделано. Поэтому то, что мы имеем, мы вчера могли наблюдать по Первому федеральному каналу, что город Мурманск погряз в отходах. В Мурманске в нескольких районах города прямо во дворах образовались стихийные мусорные свалки. Причина – затянувшийся спор между чиновниками о том, кто из них отвечает за вывоз отходов с улиц города. Пока в администрации идут споры, жители вынуждены с трудом пробираться к собственным подъездам. В ситуации разбирался Талгат Зайнулин. Жители Мурманска говорят, что раньше их город был чистым и ухоженным, а сейчас столицу Заполярья просто не узнать. Заехав в первый же двор, мы увидели вот такую картину. Этот мусор не вывозили отсюда, видимо, несколько недель. Переполненные контейнеры, груды строительного мусора, старой мебели и бытовой техники раздражали мурманчан последние зиму и весну. А крыса-то бегает, вы знаете, а что летом будет? Сожрут нас. Беда, беда. Вы знаете, мы даже не можем подойти к помойкам. Вот видите, швыряем вот так, потому что невозможно. Вывоз раньше осуществлялся нормально, но в эту зиму это было что-то невероятное. Еще иной раз подожгут весь дым в окна. 10 апреля этого года у меня состоялась встреча индивидуальная с мэром. Я просила обратить внимание на предприятия, оперирующие на этом рынке. Конечно, мы говорили о снегопадах, о тех условиях, в которых работают водители. Я процитирую одного из депутатов, Алексея Семеновича Либерова, когда он сказал, что если работа водителей, мусоровозов становится подвигом ежедневным, то значит что-то ненормально в этой сфере. И мы в принципе, он понял. Мы определились таким образом, что еженедельно мы будем проводить совещания по вопросу вывоза и утилизации отходов. Более того, глава администрации попросил организовать встречу с коллективом предприятия, который ежедневно совершает ратные подвиги, работает в условиях, сопоставимые с риском для жизни не только для себя, но и для населения города Мурманска. Совещения проводились еженедельно. Вопросы как не решались, так и не решаются. До конца не доводятся. У нас нет ни норм накопления, у нас нет ни муниципальных стандартов качества в сфере обращения с отходами. У нас нет еще очень многих документов, которыми можно руководствовать при этой работе. А самое главное, у нас нет правил игры при работе с управляющими компаниями именно в сфере вывоза отходов. Вчерашнее совещение, которое должно было состояться в 16 часов, мэр перенес по причине встречи своей с губернатором. Но, как выяснилось, губернатора в городе Мурманске не было. Я это расцениваю как саботаж со стороны главы муниципального образования в решении вопросов обращения с отходами. Поэтому, уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие, я, может быть, тороплюсь, но я считаю работу главы администрации, профильных комитетов, не то, что неудовлетворительных, а вообще никакой. От мусора к культуре. Слово директору кукольного театра Евгению Суханову. Кстати, этот депутат придерживается либерально-демократических взглядов. Он член ЛБПР. Он посетовал, что наш мэр забыл указать в своем отчете, что зарплата сотрудников в этой сфере самая низкая в городе. В среднем 11 тысяч рублей. Впрочем, мэр вовсе забыл про культуру. Уважаемая Ольга Борисовна, вам повезло. Вы смогли найти 15 строчек в этом отчете, в той сфере, которая вас интересует. А вот я, к сожалению, не нашел ничего по поводу сферы культуры в нашем городе. Как ни искал, как ни старался. Ни строчки, ни полстрочки. Социальная сфера. Сколько у нас в городе людей нуждается в дополнительной поддержке? Что делается для улучшения жизни? Об этом сотрудники администрации тоже запыли упомянуть. Прекрасно. Построили за баснословные деньги ветеранский магазин. Но сама жизнь показала, что это было ошибкой. В течение практически, ну, наверное, больше, чем полугода мы бодались. И вот одна из конфликтных ситуаций в продолжении разговора Сергея Борисовича, вы помните, да, работа нашего Центра обслуживания населения, ветеранов Великой Отечественной войны. Вы помните скандал с этими 5-10 миллионами, ремонтом этого магазина, все, 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 все. И мы тогда говорили о том, что не надо этого делать, это не выход. Да, время создания ветеранских магазинов уже все-таки уходит. И жизнь это подтвердила. Были тяжелые 90-е годы, надо было ветеранов поддержать, создали эти магазины. Но мы помним, как последние годы, особенно жители Ленинского округа, говорили о том, что откройте нам магазин у нас вот в Росте, но далеко нам ехать до ближайшего магазина, которым является Золотая осень. И уже тогда, почти 3 года назад, помните, решался вопрос о создании вот этой продовольственной компании, чтобы обеспечить ветеранов вот этими социальными картами. То есть вопрос был обсуждении. Сегодня в отчете не видно, да, жизнь подтвердила правоту, все-таки советы, не в обиду сказанное противникам, те, кто стоял за то, чтобы строить вот эти магазины. И жизнь эту правоту подтвердила. Мы видим, что сегодня в курсе все, да, социальные карты вступили в жизнь. И губернатор, помните, обещал сделать с 1 мая у нас в области уже 12 тысяч ветеранов получили эти социальные карты. По городу 5 тысяч, и эти карты распространяются дальше. И, кроме того, при Министре здравоохранения и соцразвития Голиков создается рабочая группа в ее состав, и наш губернатор входит. Сегодня решаются проблемы распространения этой социальной карты по всей России. Знаете, что 14 тысяч рублей ветеран имеет право воспользоваться, 10-ти процентной скидкой в месяц приобрести товар там, где ему хочется. Именно шаговая доступность, то, о чем мы говорили. Двигаемся дальше. Что сделано нынешней администрацией для того, чтобы в город пришли инвестиции? А каждый горожанин гордился тем, что он живет в Мурманске. По мнению депутата Макаренко, уж он-то вроде никогда не состоял в числе оппонентов Субботина ничего. Вместо того, чтобы вытирать воду, надо разогнуться и отремонтировать кран. И вот мы сейчас все, я говорю все, согнулись и начинаем трем-трем этот пол, трем-трем, а с крана вода льется-льется, и конца края этому нет. На конкретном примере я хочу зачитать письмо от депутата Макаренко, главе муниципального образования Субботина. Письмо в декабре месяце. Вы поймете почему. Прошу обратить, уважаемый Сергей Алексеевич, прошу обратить ваше внимание на проблему, связанную с дефицитом парковочных мест во дворах и на улицах нашего города. Считаю, что частичным решением данного вопроса станет организация в Мурманске муниципальных автостоянок для длительного хранения транспортных средств. В декабре месяце я обратился, работа эта не ведется. Может быть, мэру удалось за год сдвинуть с мертвой точки проблему строительства социального жилья? Может быть, он вручил ключи от квартиры хотя бы одному жителю гетто, как было обещано во время предвыборной кампании? Слово строителю. Во-первых, какие были здесь нарушения сделаны? Первое. Начало строительство без проекта, прошедшего экспертизу. Второе. Земельный участок не был отведен. Конкурс на проведение проектных работ и строительных работ не проводился. Разрешение на строительство не было получено. Проект был сделан и сдан после начала строительства. И к чему это привело? Фундаменты не выдерживают нагрузку даже полутора этажей. Я сам там был. Уже капитальные стены трещат. До 4 сантиметров зашли стены. Второе. Фундаменты по проекту должны заглубляться на 4,5 метра. Там очень слабые грунты. Фактически фундаменты заглублены на 2 метра. Стены ложились из кирпича без перевязки несущих стен. Даже в деревне любой строитель знает, что нужна перевязка, значит стены рухнут. А там стена, каждая сама по себе стоит, особенно на втором этаже. Это очень опасно находиться на этом объекте, потому что это приведет к печальным последствиям. Стена может рухнуть. Для устранения вот этих замечаний, что нужно сделать? Нужно просто разрушить этот дом. Я вам это заверяю. Квалифицированно как строитель, нельзя продолжать строительство этого дома. Нужно разобрать стены, нужно разобрать фундамент и сделать все согласно проекту. Если есть у кого-то другое решение, я готов с ним обсудить этот вопрос. Конечно, можно перепроектировать, допустим, оставить эти фундаменты под какое-то легкое строительство, строение с легкой конструкцией, но это уже не будет жилой дом, это уже не будет отношения иметь к социальному жилью. Поэтому я хочу сказать, то, как вот это решается вопрос, я не хочу ругать Сергея Алексеевича. Я никогда не был в таких очень близких отношениях с Алексеем Борисовичем Вилером. Мы всегда с ним были конкурентами на этом строительном рынке. И я думаю, еще долго будет это продолжаться. У каждого свое предприятие, и каждый решает свои проблемы. Но я говорю о фактах. Вот то, что сделано на Сполохах-1 и то, что сделано на улице 6 батареи, этого делать нельзя. Это совершенно непрофессиональное принятие решений, за которые кто-то должен отвечать. Строительство дома на Сполохах-1 60 миллионов, 47 тысяч 1 квадратный метр стоит. Цена, ой-ой-ой, я вам хочу сказать, для жилья. По 6-й комсомольской батарее это 70 миллионов рублей строительство дома. Для того, чтобы сейчас разобрать этот дом и привести, скажем, к нулю, начало строительства, нужно еще около 4 миллионов. Откуда взять эти деньги? Кто ответит за те деньги, которые были потрачены на строительство? Я еще раз говорю, если кто не согласен, вот с моими выводами я готов пройти на объект, все показать и пусть мне докажут противное. Кстати, Олег Минин, главный врач Мурманского клинического комплекса имени Пирогова, в самом начале заседания вообще предложил не тратить время на обсуждение цифр в отчете, а спросить мэра сразу о главном, почему он не приступил к выполнению предвыборных обещаний. Ведь если человек шел во власть, имея программу, то, наверное, он захочет рассказать, что удалось сделать. Мурманская надбавка к пенсиям, пересмотр квартплаты тарифов в сторону снижения, бесплатный проезд в общественном транспорте и ремонт жилья для ветеранов и пенсионеров. Впрочем, как выяснилось, работой над отчетом чиновники в первую очередь заботились о чести мундира и подгоняли цифры под некие нормативы. Мне, наверное, больше всех повезло, я был на двух аппаратных совещаниях по данному отчету. Вообще видел, как готовился документ. Ну, знаете, последнее совещание вообще было вообще интересным. Когда практически по 48 показателям вот этой эффективности, ну, были отмечены докладчиком провалы. На что Сергей Алексеевич сказал, извините, надо очень серьезно за два дня поработать. То есть, дабы не вводить в заблуждение специалистов областной администрации, которые будут читать отчет, и оптимизировать его. Понимаете? Ну и все. Что тут говорить дальше? Поэтому я его сегодня и не открывал. Нет смысла. А что касается главы муниципального образования, этот человек должен уйти в отставку. Как он это сделать, я не знаю. Но вы знаете, слишком дорогая цена терпеть все то, что сделано за год. По моим скромным подсчетам, у города украдено жизнь примерно на 3,5 года вперед. Вот это будет мой вопрос, который я задам Сергею Алексеевичу лично. Когда он намерен уйти? Вот такое резкое заявление. В частности, депутат Андроник Мусатян, объявленный мэром одним из главных противников его бурной деятельности, в очередной раз разоблачил коррупционные схемы, действующие в мэрии. Есть у нас такая прекрасная компания. Называется она БДО Юникон. Это аудиторская компания. Так вот, когда кандидат Субботин на выборах сдавал свою декларацию, я ее взял в избирательной комиссии, были такие данные. БДО Юникон Мурманск, 100% собственностью Сергея Алексеевича Субботина. По выписке Единого государственного реестра в декабре еще месяце, это открытая информация, он обладал собственностью в том же БДО Юникон, ну где-то около 40%. Также он был собственником ООО АКФ Аудитсервис. Тоже в тот период. На сегодняшний день, я так понимаю, я в выписке запросил уже в налоговое, уже его там нет. Но в декабре 2009 года, совсем недавно, он был главой муниципального образования. Это выборное должностное лицо. Так вот, по моей информации, муниципальные предприятия проверяла именно эта компания. Все ООО, которые принадлежат муниципалитету и Мурманнедвижимости, проверяла именно эта компания. За период с 2009 года данная компания выполнила работу на 4,5 миллиона рублей. Ничего удивительного, что депутатов, которые регулярно разоблачают сомнительные финансовые схемы, действующие в мэрии, объявляют врагами. Другое дело, что, как справедливо заметили члены совета, компания по их дискредитации уже начала приобретать признаки разжигания классовой и межнациональной ненависти. А это уже нехорошо. Итак, подведем итоги нашего голосования. Все-таки, пусть и с небольшим перевесом побеждает точка зрения, что хорошо работать мэру может помешать только отсутствие опыта и незнание тонкостей муниципального хозяйства. То, что мы привыкли называть профессионализмом, а не какие-то мифические недоброжелатели. Всего доброго и послушаем, что нам скажет мэр через две недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова